Когда была популярна Windows XP, то многие пользователи в годы её популярности обожали эту самую систему кастомизировать. И первое, что всегда приходит на ум в плане кастомизации, это как раз-таки темы оформления рабочего стола. Люди создавали темы на любой вкус, создавали темы по мотивам какого-либо фильма или мультсериала, создавали на какую-либо тематику или же просто от души рисовали что-то оригинальное. Даже существуют целые программы, которые могли создавать свою тему оформления. А с выходом Windows Vista и проведённого там полнейшего редизайна, люди так вообще начали делать Windows XP так, чтобы она максимально походила на Windows Vista, даже целое руководство на эту тему существует. Сама система оформления в целом появилась очень давно, чуть ли не с самых первых версий Windows. Так вот, что же мы будем делать в этом ролике? Во-первых, мы узнаем, когда впервые появилась поддержка темов в системе вообще. Во-вторых, сделаем маленький эксперимент и выясним, как будет работать система без тем. И наконец, в-третьих, самое интересное, мы разберём одну тему и посмотрим, как она устроена изнутри. Ну, пожалуй, начнём. Какое-либо оформление системы можно было установить ещё в Windows 1.0. В настройках системы вы выбирали элемент окна и ползунками ниже выбирали цвет, яркость и насыщенность. Позже в Windows 3.1, помимо всего прочего присутствующего функционала, появились и новые вариации тем. В Windows 95 вместе с полным редизайном графического интерфейса улучшению подверглась и система оформления. Теперь там можно задавать не только цвета, но и устанавливать собственный размер какому-нибудь элементу, высоту и начертание шрифта к некоторым элементам. В версиях Windows DXP не было никакого движка тем оформления, то есть мы довольствовались только классической темой и об установке кастомной темы в систему стандартными средствами и речи даже не шло. Но существовали и специальные программы, которые могли это сделать. К примеру, Windows Blinds или же Revolution's Pack 9. Если первая программа была доступна бесплатно только в триальном виде и для полной лицензии её нужно было покупать, то вторая программа была полностью бесплатна и свободно распространялась. О Revolution's Pack 9 и о том, что она в себе содержит, я уже рассказывал в одном из своих роликов на канале. Так вот, о чём это мы? А, да, точно! В Windows XP наконец-таки появилась возможность составить кастомные темы оформления, но установить можно было только те темы, которые содержат официальную цифровую подпись издателя или подпись Microsoft. Поначалу здесь содержится тема оформления Луна с тремя цветовыми вариантами – голубой, серебристый и оливковый. В более глубоком представлении тема, я думаю, не нуждается. Кроме того, с Media Center Edition поставлялась новая официальная тема «Рояль», которую можно было завести и в обычной домашней XP. А с выходом PlayerAzune вышла одноимённая тема для Windows XP и её также можно было установить безо всяческих проблем. Все темы хранятся в папке Theims, которая находится в папке Resources и которая находится, в общем, полный путь вы видите на своих экранах. Конечно же, кроме новых тем осталась возможность вернуть классическую тему оформления. Но классическая тема не является темой вовсе. Этот стиль генерируется самой системой и удалить её как тему под корень по факту нельзя. И раз уж тема зашла об удалении, то почему бы нам не провернуть маленький эксперимент? Давайте удалим папку ресурсы с Windows и посмотрим, что из этого выйдет. Те люди, которые смотрели мой канал в 2010-х, должны помнить то видео, где за несколько минут просто показал без каких-либо объяснений, как будет работать система без папки resources. И раз уж такая тема ролика, а в 2010-х я не очень хотел делать ролики с голосом, то я покажу это ещё раз, но более подробно со своими объяснениями и, собственно, со своим голосом. Перед нами сейчас Windows 7 с установленной аэротемой. Стандартными средствами и напрямую, без каких-либо манипуляций с правами, эту папку не удалить. Поэтому папку удаляем проверенным и старым методом. Через файл шреддер. И после удаления ничего не происходит. Только в проводнике меню действий, которое находится под адресной строкой, приобретает классический вид. Но почему? Почему после удаления всё сразу не рушится? Дело в том, что наша тема уже хранится в памяти с соответствующей службой темы в текущем сеансе пользователя и подтянута Desktop Window Manager, компонентом Windows, который занимается отрисовкой тем и обеспечивает работу технологии Windows Aero. Вот мы перезаходим в аккаунт и видим, что от нашей применённой темы не осталось и следа. Применилась автоматически классическая тема с размерами и выбранными цветами нашей прошлой темы, которая была установлена до удаления. А в персонализации, кроме региональной темы и темы Basic, которые, кстати, не работают, ничего не осталось. Вот такие дела. Но, а если удалить папку ресурсов на современные Windows, к примеру 8.1 или же 10 или вообще в 11 винде, то система попросту становится нерабочей. Вместо экрана входа мы просто видим чёрный экран. Полный кирпич. И теперь из эксперимента мы плавно переходим к одному из интересных вещей. Вопросу, а как устроена тема изнутри? Перед тем, как мы начнём вскрывать файл темы, мы сначала пройдёмся по каждому файлу и узнаем, для чего он нужен. В качестве примера мы возьмём стандартную тему Aero. В папке Zims есть файл с расширением .Zim и, собственно, папка с названием темы. Если мы откроем файл Aero.Zim в блокноте, то мы увидим конфигурацию. Путь к иконкам в файле для папок компьютера, панель управления, корзина и тому подобных. Путь к фону его положения на рабочем столе. Данные о скринселлере, в нашем случае здесь просто пустая строка. Ну, нет никаких данных. Выбранной звуковой схеме и курсорах. Ну и самое главное. Здесь можно увидеть, какая тема и его тип загружаются. В нашем случае это Aero.msStyles с Normal Size, то есть в стандартном размере. И с каким системным цветовым режимом тема должна примениться? В нашем случае здесь указана тёмная тема. Aero.msStyles это как раз таки сам файл темы. О нём мы узнаем позже. Файл shellstyle.dll. По факту этот файл уже нигде не используется. Скрыв его, мы мало того, что видим плашки из Windows XP, так ещё и ксс-код из тех времён в придачу. Плашки из этого файла в большинстве своём использовались тогда, когда вы впервые открывали какую-либо системную папку, и проводник говорил вам, что эта папка скрыта, а сбоку как раз таки была картинка, взятая из этого файла. Ах да, забыл сказать, что для декомпиляции файла темы мы используем программу ResourceHacker. Если вкратце, то с помощью неё можно просматривать и изменять файлы программы и систем. Подойдёт она для разных целей, или чтобы просто найти пасхалки, или просто перевести программу на свой родной язык. Перед тем, как я открою файл, подумайте, из чего, на ваш взгляд, может состоять тема. Подумали? Пишите свои мнения в комментарии. Вскрываем файл aero.msstyles в этой программе и сразу видим кучу папок. Первые папки в списке почти не содержат какой-либо понятной информации, но одна папка, по сути, раскроет нам все тайны. Так вот, ранее я задавал вопрос, из чего, на ваш взгляд, может состоять тема? Теперь пришло время правильного ответа. Тема состоит из отдельных картинок. Их не то что десятки, их сотни. Галочки разных видов и положений, переключатели, кнопки, иконки кнопок и куча разных частей и элементов. А в папке stream мы можем увидеть одну большую картинку, где практически всё, что задействует технологию aero, собрано в единое целое. Даже то самое стекло есть. То есть, по факту тема состоит из обычных картинок. Система просто задаёт каждому элементу путь к нужной картинке и в конечном итоге мы видим красивую тему. Если вскрыть тему луна из Windows XP и открыть папку text file, то мы увидим файлы, в которых прописана конфигурация каждому элементу окна. Шрифт, цвет, его размер, начертание шрифта и путь к картинке, которая, как я понимаю, накладывается поверх классической темы. По логике, если эти картинки удалить, то перед нами будет классическая тема с заданными цветами, которые были указаны в конфигурации. И по сути, вот так работают темы. Как я уже ранее говорил, по стандарту можно устанавливать и применять темы, которые имеют официальную цифровую подпись издателя или самой Microsoft. Но темы, которые этой подписи не имеют, применить не получится. Будет либо просто стандартная тема, либо классическая, либо вообще всё сломается. Это зависит от версии Windows. Так вот, а как поставить неофициальные или же сторонние темы? Официального способа, который дала бы сама Microsoft? Нет. Что не удивительно. Для того, чтобы заставить систему применять сторонние темы, нужен специальный патчер. Однако такие действия не одобряла сама Microsoft, и, по сути, это нарушало лицензионное соглашение. Но постойте, это кого-нибудь вообще останавливало? Этот патчер делает изменения в файлах, которые обеспечивают работу системы тем в целом. После применения патча появляется возможность установки сторонних тем, так как файлы уже попросту не проверяют существование цифровой подписи издателя. Первое присутствие движка тем и его наработки появились в ранних бета-версиях Windows XP, которая даже толком как XP ещё не называлась, а всё называлось это как Windows Whistler. За всё время разработки для системы было сделано множество тем, но со временем они менялись и в конечном итоге мы видели тему Луна, которая стала основным и, по сути, легендарным стилем Windows. Но, однако, в 2020 году были слиты исходники Windows XP и Windows Server 2003. В этих исходниках нашли тему, которая так и не увидела свет. Эта тема называется Candy. В интернете имеется пара скриншотов, которые показывают работу данной темы оформления. И, как уже можно понять, тема практически подчистую породирует интерфейс Aqua, который появился в Mac OS X. Выводы делайте сами. Хотя, лично мне кажется, что они эту тему сделали специально для того, чтобы проверить работу движка тем. Всё ли применяется, всё ли накладывается, всё ли изменяется в системе, если ты задал какую-либо тему. Но, опять же, правду уже вряд ли узнать. Что с темами сейчас? Как минимум, они до сих пор существуют. Однако, возможностей кастомизации стало намного меньше. Я помню, как с выходом каждого нового билда Windows 10, типа 1803, 1809 и так далее, ломалась система тем, и тема, которая была предназначена для версии 1803, уже не подходила под 1809. Даже если как-то патчить файлы, то всё равно была такая же картина. Тема работала некорректно. Пропала возможность изменять размер кнопок, он теперь фиксированный и приколочен наглухо. А классический стиль так вообще убрали, ещё со времён Windows 8. Ну, как сказать, убрали. Её просто тщательно спрятали. Стиль активируется только через специальные программы и скрипты. Однако, опять же, с выходом новых полугодовых сборок способы возвращения классической темы исправлялись, но энтузиасты не сдавались и искали всё новые и новые пути. И какой итог из всего этого? Темы были очень неплохим и, как по мне, даже прикольным способом самовыражения или какого-либо украшения системы. Ты мог сделать дизайн системы таким, каким сам его пожелаешь. Но со временем весь этот движ с темами прошёл и такой функционал, по сути, стал попросту не нужен. Меня лично устраивает стандартный стиль системы и я абсолютно не жалуюсь. Но это кому как. А что вы думаете насчёт тем? Какая была ваша любимая тема оформления и ставили вы её вообще? Вспомните и напишите в комментариях. А на этом всё. Огромное спасибо за просмотр! Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также ты можешь подписаться на мой канал, чтобы поддержать моё творчество и смотивировать меня на выпуск новых роликов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok